Привет всем друзья! Ежедневно множество людей на планете сталкиваются с событиями, которые разделяют жизнь на до и после. Последние годы все больше неприятных, неожиданных событий. И глобальная нестабильность в мире порождает вопрос, а что же будет дальше, и когда закончится эта трансформация мира, сколько еще ждать, и кто остановит беспредел, который творится повсюду. Атеисты и верующие наблюдают вокруг себя мир, не похожий на тот, который привыкли видеть. А ведь мы еще два года назад в своем цикле видео о предсказаниях предупреждали о грядущих событиях, основываясь на пророчествах православных старцев и святых. Мы разбирали каждое слово и указывали на то, что скоро жизнь станет совсем другой. Если вы никогда ранее не видели наши ролики, переходите по ссылке в описании на весь плейлист с пророчествами о будущем, там собрано уже почти 400 роликов. А сегодня мы вспомним великого человека и пророчества, которые немного приоткроют нам завесу будущего. Если вы не верите в Бога, также рекомендую послушать информацию из видео, ведь если предупрежден, значит вооружен. А вызов, который еще готовит нам история, поистине глобален. Многие православные люди знают о старце с именем Силуан. Его еще называют Силуаном Афонским, он признан святым и канонизирован в лике преподобных. Силуан Афонский известен как прозорливый монах и богослов, который предупреждал в своих проповедях обо всех событиях, что переживает мир сегодня. Он знал исход сего действа и обладал удивительной способностью чувствовать и видеть духовным зрением так называемых инфернальных сущностей. Один из немногих он видел бесов. Глазам Силуана Афонского было даровано особое зрение. Когда он закрывал их, то образы физического мира сменялись образами духовными. Одновременно он видел два мира, и это поистине удивительно. В том, втором мире, не существует времени, а пространство линейно. В нашем понимании это практически невозможно представить. Похоже на то, что обычный человек видит во сне. Чтобы представить, насколько тяжело старцу Силуану было жить с таким даром, следует знать, что как ангелов, так и бесовских сущностей он видел везде, где они возникали. Например, гуляя вокруг обители монастыря Святого Пантелеймона, он наблюдал, как вокруг святыни проявляются сущности, в образе настолько разные и ужасные, что один лишь их вид мог свести с ума человека. Старец говорил, что именно поэтому Бог своей святой силой скрыл их образы от людей. А самое страшное то, что преподобный не просто видел бесов, а выносил от них тяжкие страдания и муки. Братья монастыря и паломники становились свидетелями удивительного и страшного действа. Силуан Афонский подвергался физическому нападению сущностей. А те увечья, которые ему наносили, были сравнимы с последствиями тяжелых разборок и драк. От природы Силуан Афонский был поразительно силен и физически вынослив. Он отличался богатырским здоровьем и голыми руками брал горячий чугунок со щами. Одним ударом кулака он мог перебить толстые доски для костра, поднимал тяжести и огромные валуны, переносил с одного места на другое, мог без отдыха работать с утра до ночи. Возможно, именно поэтому бесовские сущности так упорно и сильно противостояли ему, пытались вызвать гнев и ненависть, тем самым искусить старца, спровоцировать на грех. Они пытались сломить его, забрать силы, заставить отказаться от своего монашеского пути, перестать молиться во время нападений и издевательств. Но Силуан Афонский не поддался. О нем говорили. В своем смирении и поступках этот человек подобен богу. Он говорил себе, что не достоин ни бога, ни рая. Однажды Силуан по обыкновению молился в своей келье и увидел нечто страшное. Вдруг, поднимая голову от поклона прямо перед иконами, он увидел огромную сущность, заслонившую святые образы. Это шокировало старца, но он вмиг обратился к богу, не отступив от молитвы со словами. Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым духом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они мне не мешали. В тот же миг старец почувствовал бесов за своей спиной и увидел их вокруг той огромной сущности, которая, заслонив иконы, провоцировала старца поклониться. Тогда бог не оставил старца в беде, и преподобный среди всего происходящего услышал голос, который произнес, гордые страдают от бесов. Держи свой ум во аде и не отчаивайся. То есть помни о том, что может с тобой случиться после смерти, и даже если ты живешь праведной жизнью, не впадай в гордыню, ожидая для себя лишь рая. Держи свой ум во аде, и даже если в твоей жизни происходят ужасные события, не отчаивайся, потому что жизнь в этом мире недолгая, а путь сознания вечен. Есть ад на земле, люди называют так тяжелые жизненные испытания, которые провоцируют человека на гнев, месть, отчаяние и злобу, что является признаком проявления гордыни. Мало кто в такие моменты просит Бога помочь со всей стойкостью перенести испытания. Чаще идет хула Святого Духа, так как он якобы допустил возникновение неприятностей. Силуан Афонский был безграмотен, но его пророчества и записи дошли до нас благодаря, в том числе и таким подвижникам, как иеродиакон Сафроний Сахаров. Однажды Силуан подошел к нему и сказал «Я безграмотный человек, а вы образованный, исправьте мои писания и сделайте их известными миру». Отец Сафроний с удивлением обнаружил, что в большинстве записей Силуана фигурирует следующее обращение «О люди Земли» или «О все люди», то есть пророчества о земных событиях касались всех и каждого, а будущее, которое уже настало, стало причиной предупреждения о его развитии. Записи Силуана были показаны богословом и проповедникам, из них был выделен очень интересный момент. Послушайте. «Людям нужно знать одну точную закономерность. На земле все горести и мучения для человечества и для каждого отдельного человека имеют прямую взаимосвязь с гордыней и отмеченными ею проявлениями. Помните, говорил старец, о своих совершенных грехах, о том, что за них вы достойны расплаты, а не прощения. Смиренно принимайте тяготы жизни, потому что они ведут душу человека к спасению». «Впереди время», – описал Силуан Афонский, «когда каждый будет проверен. Тяжелое время придет для спасения ваших душ. Тысячи людей на земле столкнутся с войнами, бедствиями, катастрофами. Это значит, каждому суждено быть проверенным по-своему. Люди такое значение придают жизни материальной, что полностью забывают о том, как обращаться с духом, какие истинные приоритеты должны быть у человека, что отличает нас от животных. Столкнувшись с разрушительной реальностью, люди столкнутся со злом, что сами же и породят. Выходит, человек столкнется сам с собой. Получается, что сегодня мы боремся с собой, со своими же слабостями и грехами. В войнах человек борется с человеком за то, что не вечно, и готов отдать за это свою жизнь. За материальное расплатиться материальным, навсегда потеряв шанс вырастить теле свой дух. Все то, что происходит сегодня, уже не репетиция, а путь последствий, с которыми в ближайшие годы столкнется уже весь мир. Страна за страной, целая планета окажется во власти стихий и разрушений. Лишь некоторые области Земли останутся нетронутые, но там не будет людей. Также, согласно пророчествам старцев, в безопасности окажутся те участки суши, с которых в дальнейшем предстоит строить новый измененный мир. Но до этого еще далеко. Пока же будут происходить события, в которых спасением старец Силуан называл глубокое осознание своей греховности и осуждение себя. «Не отчаивайтесь и получите спасение», – говорил он. В этом его предупреждал сам Святой Дух. Старец говорил, что каждому будут даны испытания по его силам. Все они предрешены, и именно так происходит проверка силы человеческого духа на Земле. Такое происходило в истории не раз, и возможно будет происходить еще. Время это характеризуется большим числом аномалий и катаклизмов. Мир погружается в войны, от чего суждено потерять множество мирных жизней, в чем простой человек не видит смысла, а осознанные люди понимают, что испытания минуют лишь тех, кто живет праведно, и чей дух уже прошел необходимые уроки для перехода и жизни в новом мире. Старец Силуан Афонский предрекал, что в настоящее время многим придется отказаться от нажитого. Уходящее старое время будет забирать с собой все то, что человек некогда считал своим. Для многих именно это испытание окажется самым сложным, но не для всех. До сих пор существуют люди, не привязанные ко всему материальному. Они по собственной воле отказываются от земных благ, становятся монахами или уходят в эскетическую жизнь. В последние годы таких становится все больше, и это также предвидели православные старцы и сам Силуан Афонский. Многие чувствуют, что пришло время, которое поделит мир на «до» и «после», а что самое главное ему только в начале пути. Еще многое предстоит пережить и увидеть. Силуан Афонский призывал к стойкости и смирению. Цитата. «Я жалею, плачу и рыдаю о людях. Если брата своего возненавидел, то значит, отпал ты от Бога, и злой дух овладел тобой. Благодать дала мне познать, что все люди, любящие Бога и хранящие заповеди Его, исполнены света и похожи на Господа, а идущие против Бога исполнены мрака и похожи на врага. Господь дал нам заповедь – любите врагов ваших. Но как же их любить, когда они делают зло, или как любить тех, кто гонит церковь святую? Когда Господь шел в Иерусалим, а самаряне не приняли его, то Иоанн, Богослов и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это. Но Господь им милостиво сказал, я не пришел погубить, а спасти. Так и мы должны иметь одну мысль, чтобы все спаслись. Душа жалеет врагов и молится за них, что они заблудились от истины и идут в ад. Это есть любовь к врагам. Когда Иуда задумал предать Господа, Господь милостиво выразумлял его, так как и мы, милостиво, должны поступать с теми, кто заблуждается, и тогда спасемся, милосердием Божиим. Конец цитаты. Это наставление абсолютно точно касается нашего времени. Силуан Афонский указывает на противостояние братского народа России и Украины. Мы стали врагами. Люди исполнены ненавистью, и у каждого своя правда. Это время начало событий, которые затронут весь мир, развитие которых мы увидим уже в ближайшем будущем. Старец Силуан точно описал, что спасение не в том, чтобы погубить своего врага, а в том, чтобы его вразумить, чтобы найти общий язык, рассудить по чести и справедливости. Готовы ли люди к этому, готовы ли к спасению через те испытания, которые приготовила для нас история. Это покажет время, но совершенно точно нас ждут события, способные изменить представление о том, как и зачем живет человек. Кто-то станет их свидетелем, а кто-то – участником. И дай бог, чтобы тех, кто сегодня смотрит это видео, все невзгоды и неприятности обошлись стороной. А вы что думаете о пророчествах святого Силуана Афонского? Неужели действительно человечество стоит между настоящим и будущим, а впереди нас ждут новые потрясения, которых ранее мы еще не видели? Верите ли в предсказания? Давайте обсудим в комментариях. Если было интересно, не пожалейте лайк. Подпишитесь на канал и официальный сайт, чтобы первыми читать статьи о будущем и смотреть ролики о том, что нас ждет. Спасибо за просмотр. До новых встреч!